Дорогие друзья, ой, вот хочу и для себя в первую очередь, пока такой еще голос у меня есть, не будет уже, не буду вообще ничего говорить, хочу сказать и для себя, и для вас полезные слова. Конечно, не свои, а святых отцов. Касательно скорбей. Мы сейчас с вами живем в такое время, когда этих скорбей хватает у нас. Но что удивительно, вот вы не замечали, лукавое время, скорбей полно, матери остаются без сыновей, жены без мужей, дети без отцов. Другие же продолжают смеяться, концерты давать, еще какие деньги делая, соблазняют молодежь, которая визжит, шумит, орет, делая кумиров из таких людей. Вот, кому-то скорби они для вразумления даны, а кому-то, знаете, как обстенку горох. Вот, я хочу вам зачитать из речения святых отцов, как они рассматривали скорби с пользой духовной для нас. Мы-то все хотим и желаем удовольствия, а удовольствие и польза – это как земля и небо. Да, удовольствие только в театре, от каких-то музыкальных произведений, от исполнения, каких-то песнопений, даже церковных. Это не духовно, это удовольствие, это все душевно. Духовность там, где проявляется смирение от видения своей греховности, от своей погибели видения. Но, опять-таки, это очень трудно. Первым признаком начинающего здравия души, как преподобный Петр Дамаскин писал, является видение грехов своих, как песок морской. Это уже хорошо, хорошо, но этого и мало. Видеть-то одно, а чтобы бороться с этим увиденным, это другое. Василий Великий пишет, как черри всего чаще заводятся в деревьях менее твердых, так и скорби зарождаются в людях более изнеженного нрава. приемли удары от Бога, который с благостью и премудростью устрояет жизнь нашу. Будем просить у него сперва познание тех причин, по которым поражает он нас, а потом избавление от скорби Василий Великий, «Когда увидишь доброго несчастья, разумей, что скорбь служит очищением» святителя Григория Богослов. Горестное посылается от Бога достойным того, каждый же сам для себя бывает виновником этих бичей, собственным своим произволом, уготовляя себе ожидающего скорби Григорий Низкий святитель. Если кто не падает под скорбью, но в надежде на Бога несет бремя печали, то за терпение готовы ему великие награды от Бога святитель Василий Великий. Бог знает твою немощь, по осмотрению своему посылай тебе скорби, чтобы стал ты смиренным и ревностнее взыскал Бога преподобный Макарий Великий, познавший истину, не противится скорбным приключениям, ибо знают, что они приводят человека к страху Божию. Кто противится постигающим его скорбям, тот сам того не зная противится по велению Божию, преподобный Марк Подвижник. И случающегося с нами печального ничего не постигает нас несправедливо, но все бывает по праведному суду Божию. Иные терпят за свои злые дела, иные за ближнего, преподобный Марк Подвижник, Он же Господь для пользы нашей. Попускает для нас скорби и делает нам через то много добра. Во-первых, через это обнаруживается тайна, владеющая нами злые мысли. По обнаружению же и Господь подает нам и смиренно мудрее, истинное и непритворное, а там дарует нам избавление от суетного возношения и совершенное открытие всякого таящегося в нас зла, преподобный Марк Подвижник, он же, постигающий на скорби и обличения по-видимому, не бывают подобны нашим винам, но в духовном отношении сохраняет всю правду, он же, преподобный Исаи, отшельник, всегда ожидая каких-либо великих и страшных искушений, скорбей, бедствий, чтобы они не постигли тебя неготовым. Преподобный Ефрем Сирин, когда терпишь невольную скорбь, как вольную, тогда заключай посему, что пришел ты в меру мужа доблестного и смиренного. А святитель Иоанн Зотоуст пишет, я же неоднократно приводил вот именно в наше время лукавые, скорбные, опасные, непредсказуемые, наполненные кровью, всяческими бедами, разрухой, смертью. Он пишет, Бог может сейчас же прекратить все бедствия, но Он не прекратит скорби, пока они видят, что мы не очистились, что у нас произошла перемена и наступило покаяние твердое и непоколебимое, для того и болезни тела, для того и скулы из плодов, для того и голод, чтобы мы из-за этих бедствий всегда прилиплялись к Богу и таким образом через временные скорби сделались наследниками вечной жизни. Много можно было продолжать, но в завершении хочу сказать, что кто-нибудь из этих трескунов, простите, другого слова не нахожу, которые заполонили все телеканалы, баснословные брошиснимые от своего треска, хоть бы кто один из них сказал, может, даже если захотел, не пустят руководство этих каналов. хоть бы кто один сказал, что всем правит Бог и все видит, как мы живем и чего Он хочет. А мы никогда не спросим, Господи, что Ты хочешь? Мы сами знаем, что мы хотим. Справляем придуманные праздники, день матерей, день печати, день Учителя. Вот вы знаете, сами мы себе все напридумывали, а живем, потому что по указке своих страстей, которые бушуют там в душе нашей и в сердце наполненном страстями и вот придумываем себе в радость, а потому что живем не по западным евангельским, а по своей воле, как нам удобнее. Нет, чтобы те матери, которые сейчас отправили на фронт сыновей своих, не записки подали, как это часто бывает, подали записки и все. Молиться надо в надежде на милость Божию, молиться, учиться, молиться. Сейчас пост идет, поститься, не окафисты читать умилительную, а Иисусу молитву навыкать к ней, как писал святитель Игнатий Бринчининов. Я, вот вы знаете, нельзя назвать себя пессимистом, но я не верю. Вы представьте, когда ток идет в проводах, то есть надежда, что у нас и телефон мы зарядим, и холодильники работают, телевизоры, приборы. А током является опять-таки неоднократно говорю, Иисусова молитва непрестанная, которая соединяет нас с источником жизни и подателем Христом. Если мы даже на минуту оставили память этого, кто нам мешает везде, в дороге, моем посуду, ложимся спать, не успевая молиться, утренней, вечерней молитвой, кто мешает Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил меня грешного, сказать, никто. наше нежелание, наше нерадение, наша лень. Если бы люди, вот я уверен абсолютно, такая ерунда, казалось бы, так просто, хотя бы, если бы, верующие люди, которые ходят в храм, вот, сто молитв Иисусовых, да, отложили бы все дела, казалось бы, возможно, возможно, ну как же, там телесериал идет, или матч, футбол, или хоккей, что вы, нет, нас уже не расшатаешь, а Бог этого ждет, этого ждет, не молиться, чтобы дом достроить, в институт поступить и всякую грязь подать, по словам преподобного Исаака Сирина, мы просим эту грязь или гной, земные блага, а в молитве Иисусовой сосредоточено все наше прошение по смирению нашему, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Господь слышит, что вы хотите от меня, чтобы ты помиловал нас, а почему я должен помиловать, наверное, Бог так думает, а потому что я грешный, вот из-за этой молитвы, которую будем навыкать, которую, кстати, можно читать и погибнуть. Святые отцы говорят, что без внимания, благоговения и покаяния молитва превращается в пустословие. все очень серьезно. Никогда не избавимся от скорбей, даже если и они есть, да, будем, вот как я сейчас вам зачитал многих святых отцов, да, с терпением, с благодарением к ним относиться. Господь, видя наше начальное смирение, может все изменить и все исправить мы просто не хотим. Помоги Господи. Спасибо.